В чемпионате по футболу Евро-2016 уже определилось большинство четверть финалистов. Это Польша, Уэльс, Португалия, а также Франция, Германия и Бельгия. При этом самую крупную победу в истории финальных турниров чемпионата одержали бельгийцы. В воскресенье на стадионе в Тулузе они обыграли венгров со счетом 4-0. Первый гол был забит еще на 10-й минуте. Было также много опасных моментов у венгерских ворот. Во втором тайме венгры активизировались, однако забить хотя бы один гол им так и не удалось. Бельгийцы же в конце концов показали настоящий класс, отправив в ворота еще три мяча. «Я думаю, мы победим в Евро. Сейчас у меня такое ощущение. Это безумие. Так много голов. Это было удивительно». «Сегодня у нас на самом деле была команда. До этого у нас было 11 хороших игроков, а сегодня была хорошая команда. Мы стартовали хорошо в первом тайме. Начало второго было непростым, но мы не сдавались и победили. Я очень рад». «Я вырос не зная венгерского футбола, а теперь я его увидел. Этот чемпионат доказал, что для нас есть место на большой европейской арене и что нам есть чем гордиться. Надеюсь, так будет многие годы». «Меня переполняют чувства. Мне 33 года и всю жизнь я ждал этой большой игры. Я очень счастлив и думаю, что все венгры тоже сегодня очень счастливы. Я благодарю нашу команду и наших болельщиков. Сегодня был очень хороший вечер». В четвертьфинале бельгийцы сыграют с Уэльсом. Матч состоится в пятницу 1 июля. Еще одну крупную победу в воскресенье одержала Германия. На стадионе города Лиль она обыграла Словакию со счётом 3-0. Мощную игру немцы начали с первых минут. И хотя во втором тайме сборная немного сбавила обороты, она одержала уверенную победу. Среди болельщиков в одной из фан-зон Берлина за игрой следили министр иностранных дел Германии и его словацкий коллега. «Благодарю моего коллегу из Словакии за то, что он был сегодня здесь со мной. Для меня этот вечер более приятный, чем для него. Но я считаю, что немецкая сборная играла так убедительно, что счёт 3-0 без сомнения справедливый». С кем в четвертьфинале сыграет Германия, станет известно после матча между Италией и Испанией, который состоится в понедельник. Третья воскресная игра между Францией и Ирландией завершилась со счётом 2-1 в пользу хозяев игр. Счёт открыли ирландцы уже на второй минуте, однако во втором тайме французы всего за три минуты смогли кардинально перевернуть ход игры. В четвертьфинале Франция сыграет с победителем пары Англия-Исландия. В субботу Польша обыграла Швейцарию в серии пенальти, Уэльс обыграл Северную Ирландию со счётом 1-0 и с таким же счётом Португалия выиграла у Хорватии. В понедельник состоятся два матча 1-8 финала. Италия сыграет с Испанией, а Англия с Исландией.